В Камешковском районе Владимирской области расположено несколько метеоритных озер округлой формы. Причем три из них находятся совсем рядом друг от друга. Возможно, в древности большой метеорит развалился в атмосфере Земли, ударив по поверхности планеты множеством осколков. А может быть, это огромные воронки от взрывов до исторической глобальной войны, описанной во многих исторических источниках. Так это или нет, узнать сейчас крайне сложно. Тем не менее, я решил заехать на один из Владимирских кратеров и лично посмотреть, как он выглядит в реальности, а не на спутниковой карте. Скажу сразу, на карте он смотрелся впечатляюще. Практически идеальный круг диаметром около 150 метров, с большим островком посредине. Движемся в сторону Владимира. Заметил на карте две странные воронки. Одна вороночка с островом. Подписано, что метеоритный кратер якобы. Попробую сейчас доехать, посмотреть, если получится туда пробраться, что это за такой интересный большой метеоритный кратер с островочком. Но если получится, засниму, покажу. Где-то километров 50 еще осталось. На машине не получилось приехать. Снег уже рыхлый очень. Даже на полном приводе можно там сесть так, что потом придется идти далеко за трактором. Полкилометра всего. Сейчас попробую так посмотреть. Судя про карте, где-то вот он за этими домиками. В чем диаметр? Это не маленький. Сейчас будем искать, где-то поворот. Ну да, вот он действительно. Кратер. Хотя я бы сказал, что это воронка какая-то классическая. Больше все-таки это похоже на воронку от взрыва. Характерный островок посередине. Это когда взрыв происходит и поднятая земля, мусор весь валится обратно потом в центр. Ну не знаю, на метеоритный кратер как-то это мало похоже. Что это тогда в центре, извините? Метеорит что ли лежит? И где характерные вывалы от удара метеорита? И жахнуть тут должно было хорошо. Очень похоже на воронку испытания взрыва какого-то. Причем на этих воронок рядом несколько. Но до второй, наверное, не доберусь. Сейчас снег уже очень рыхлый и мокрый. А так вот она, воронка желтая. Как говорят, метеоритная. Но, на мой взгляд, это классическая воронка от мощного просто взрыва. Не знаю, не знаю. Надо бы еще, конечно, с дозиметром посмотреть. Но вот этот особенно островок посередине вообще интересно. Если сюда метеорит жахнул, то почему в центре островов? Что-то не то вообще. Место, надо сказать, такое, честно говоря, унылое очень. Людей нету. Вообще все домики заброшены. Явно, что какое-то было раньше здесь. Садоводческое хозяйство. Тут собаки какие-то непонятно бегают. Все пытаются познакомиться. Место очень интересное, конечно. Воронка идеально круглая. В центре такой островочек характерный. Почему назвали метеоритный кратер? Непонятно. Надо будет смотреть, изучать, откуда такая информация появилась. В чем метеоритный кратер? Если метеоритный назвали, значит как минимум должны быть какие-то исследования. Может действительно куски какого-то метеоритного вещества нашли. Надо посмотреть. Либо, как это бывает всегда, когда не знают как объяснить, берут самую простую версию. Метеоритный кратер. Потому что если сказать, что это не метеоритный кратер, а следом какого-то мощного взрыва начнут возникать вопросы. Что за взрыв? Когда взрыв был? А тут глядишь, придется еще историю переписывать. И неожиданно оказывается, что версия Алексея Хунгурова на самом деле правильная. А пересматривать историю, это уже вопросы геополитики. Об этом не будем говорить. Это совершенно отдельный вопрос, который мы в наших исторических рассказах затрагивать не будем. Но, тем не менее, есть факт. Есть непонятная круглая дырень диаметров метров 200, в центре которой островок. Насколько я понимаю, не совсем характерны для метеоритных кратеров. Это надо будет тоже уже уточнять и смотреть. И что самое интересное, дальше еще два таких же, как они называют, кратера ученые. То есть такое ощущение, что как будто метеорит развалился в воздухе. Так бах-бах-бах, три удара было. Дистанция где-то от 500 метров до двух километров. Либо, опять же, если мы будем придерживаться той теории, что в древности тоже могли использовать мощное оружие. Не обязательно ядерное, но любое какое-нибудь. Может быть, как раз это следы той древней войны, которая уничтожила нашу предыдущую цивилизацию. Что-то с нами тоже может случиться. В общем, будем смотреть. Надо сюда обязательно приехать летом с приборами, как минимум с отчетчиком Гегера и посмотреть, есть ли здесь радиация. Но я не уверен, что радиация есть. Я, честно говоря, вообще не придерживаюсь версии Алексея Кумгурова, что использовалось какое-то ядерное оружие. Оружие могли использовать любое. Если мы возьмем даже то же самое Хабхара, то там с десяток разных видов вооружения описано, которые мы даже не понимаем, что это такое. То есть некоторые виды там похожи на баллистические ракеты, на какие-то более-менее похожие на современные виды вооружения. А есть названия, которые мы даже не понимаем. Вообще очень спорные темы, конечно. Посмотрим, будем изучать. Вернемся сюда обязательно. Место крайне интересно, надо с ним работать с этим местом. Потому что воронка явно, я бы сказал, все-таки не метеоритного характера, а больше похожа на классическую взрывную воронку. От очень мощного какого-то взрыва. Кстати, можно даже по диаметру воронки посчитать, сколько тут примерно килотонн могу дужать. Но это же мы потом сделаем. Добравшись до компьютера, я занялся поиском информации. По Владимирскому кратеру никаких сведений найти не удалось. Также практически ничего не было написано о метеоритных озерах с островками в центре. Единственный более-менее похожий кратер находится в Канаде и называется Маникуаган. Получается, что кратеры с островками явление крайне редкое. Да и вообще, кто сказал, что это именно метеоритные кратеры? Ведь основным критерием, по которому их относят к следам космических катастроф, является наличие тектитов. Тектиты – это оплавленные кусочки темно-зеленого, иногда черного стекла самой разнообразной формы. Считается, что они имеют метеоритное происхождение. Хотя, для образования тектита на самом деле, необходима высокая температура и давление. Именно такие факторы наблюдаются и при ядерных взрывах. Да и сами якобы метеоритные воронки в точности повторяют воронки от ядерных взрывов. Вот для примера одна из затопленных воронок одноземного ядерного взрыва, которая со временем превратилась в озеро. Иногда на местах метеоритных кратеров встречаются крайне необычные тектиты, подобные этому. Удивительно, но в точности такой же тектит я нашел на одной из разрушенных древних хоревских крепостей в Узбекистане. Сама крепость была разрушена неизвестной силой пару тысяч лет назад. Но это уже совсем другая история. Субтитры создавал DimaTorzok